Добрый день и добро пожаловать на канал Перевод Жив. Сегодня мы расскажем вам об одном интересном решении при переводе с русского языка на английский. Раз, раз, перевод жив. Это сокращение занятости, повышение качества и доступности, увеличение объемов тестирования. Основой для совершенствования служб занятости. Да, отглагольные существительные это бич русского языка. Об этом писала еще Нора Галь в своей замечательной книге «Слово живое и мертвое». Но, к сожалению, именно так выражаются наши официальные лица и чиновники, и бизнесмены. Это язык текстов, это язык выступлений. И нам приходится с этим считаться. Значительные средства, которые за месяц борьбы с эпидемией, вложены в переоснащение больниц, в оборудование, в обучение врачей. Уже работают и будут работать на развитии нашего здравоохранения в целом. Но еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи. Вот один из примеров. Что делать переводчику в таком случае? Самый топорный вариант. Это тоже использовать существительные. Development, increase и так далее. Более элегантный вариант. Идти через глаголы. To develop, increase, improve, enhance и так далее. Но тут возникает вопрос. А используют ли сами англичане и американцы эти глаголы в своей речи? Путин говорит про здравоохранение, про пандемию, ее последствия. Давайте посмотрим, каким образом, каким языком это описывают, ну скажем, претенденты на должность президента в Соединенных Штатах. Мы взяли дебаты двух кандидатов, проанализировали расшифровку. Получилось 62 страницы. Они говорили и про здравоохранение, и про многие другие темы. Поэтому мы считаем, что в принципе материал достаточно репрезентативный. Давайте попытаемся сначала найти существительные через поиск. Итак, что насчет increase? Ничего. Хорошо, давайте пойдем через глаголы. Возьмем improve. Ничего. Enhance. Ничего. Increase. Тоже ничего. Удивительно, правда? Это ведь такие хорошие эквиваленты, и мы всегда ими пользовались. Но почему-то они в речи, носители языка, не так частотны. Мы не утверждаем, что они вообще не используются. Но они не так частотны. Хорошо. А какие же варианты, каким языком американцы говорят о необходимости совершенствования? Давайте пойдем через healthcare и попробуем найти идематичный вариант. Мы видим, что Трамп использует сравнительную степень прилагательного. Better healthcare. Хорошо, скажете вы, это Трамп. Это человек, который использует разговорный стиль, нарочито разговорный стиль. И, возможно, он не показатель, он не образец для нас. Хорошо, как же говорит Байден? Давайте посмотрим, как он использует, в каких сочетаниях он использует слово healthcare. Он тоже говорит о better healthcare. Мы устанавливаем с вами новую закономерность. То, что в русском у нас передается через сложные, отглагольные, существительные улучшения, уменьшения, совершенствования, повышения. В английском передается через сравнительную степень прилагательного. Bigger, higher, lower, better. Итак, канал Переводжив снова предлагает вам эффект три в одном. Это решение элегантное и дематичное, но самое главное, в нем меньше слогов. Если вы используете better вместо совершенствования, улучшения, вы экономите себе время. А оно крайне важно в синхронном переводе. Это означает, что вы будете продолжать успевать за оратором и не пропустите важную мысль или прецизионную информацию. Раз, раз, перевод жив. Давайте теперь попробуем натренировать этот навык. Каким образом? Если вы занимаетесь индивидуально, вы можете зайти, скажем, на kremlin.ru, где большое количество расшифровок и аудиозаписей, и видеозаписей. И в расшифровках поискать все эти выражения. Увеличение, уменьшение, усовершенствование и так далее. Затем выписать их себе в таблицу, предложить свои варианты в правой части таблицы, затем закрывать правую часть, смотреть только на левую и переводить варианты, которые даны в левой части. Можно сделать по-другому. Можно наговорить все эти конструкции на диктофон в вашем телефоне. И затем воспроизводить их и давать свои варианты. Здесь желательно, конечно же, оставлять промежуток. Вы наговариваете выражение, например, усовершенствовать систему здравоохранения. И даете некую паузу, для того, чтобы вы успели потом наговорить. И потом уже слышите следующую фразу. Это первый этап. На втором этапе вы скачиваете аудио или видео и пытаетесь перевести конкретно отрывок или отрывки целиком, в которых встречаются данные выражения. Если вы занимаетесь в классе, если вы преподаватель, то вы можете использовать такую же таблицу, которую вы заранее составили, для разогрева, для разминки. В самом начале занятия, для того, чтобы разбудить мозг студенту, вы предлагаете каждому из студентов по одному выражению. По очереди, делайте это очень быстро, в таком скоростном темпе. Если студент не готов буквально на раз-два-три дать вариант, то вы приходите сразу к следующему студенту. Выглядит это примерно так. Сокращение ассигнований. Увеличение количества рабочих мест. Увеличение числа хирургических операций, проводимых в дневное время. Рост благосостояния. Улучшение здравоохранения. Повышение пенсий. Сокращение рождаемости. Увеличение смертности. Увеличение продолжительности жизни. Гуманизация системы исполнения наказаний. Раз, раз. Перевод жив. На втором этапе вы ставите им отрывки из аудиозаписи, чтобы они могли отработать навык на практическом материале. Здесь сказывается и влияние других факторов. То, что нужно успевать, нужно компрессировать. И, конечно же, стресс, который ассоциируется с работой синхрониста. Сейчас мы как раз попробуем реализовать второй этап на практике. Мы поставим несколько отрывков из той же самой записи Путина и предложим вам дать свой вариант. Речь идет об ответственном управлении государственными финансовыми и стабильности цен. Все это важные, принципиальные условия для обеспечения устойчивости экономики и роста доходов граждан. Для дальнейшего снижения процентных ставок созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости. Для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно с учетом ее жизненной ситуации. Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговые, работа предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений. И, пожалуй, самая острая проблема практически во всех странах – это сокращение занятости, рост безработицы. Что подчеркну? Такая позитивная динамика отмечается на фоне постоянного увеличения объемов тестирования. Итак, мы с вами эмпирически установили некую закономерность при переводе с русского языка на английский. Но прелесть этой закономерности в том, что она действует в обе стороны. И поэтому, когда вы слышите в речи иностранцев прилагательное в сравнительной степени, и если это как раз подходит под такие конструкции, когда речь идет об увеличении, уменьшении, совершенствовании, развитии, то вы можете смело использовать в русском языке как раз вот те самые нелюбимые от глагольной существительные. Если позволяет ситуация, если, собственно, контекст подходящий для того, чтобы придать весомости, для того, чтобы люди, которые вас слушают, это могут быть бизнесмены, это могут быть политики, они слышали тот язык, к которому они привыкли, чтобы ваши слова для них звучали так же весомо и так же серьезно. Если просто сказать «давайте сделаем наши школы лучше», ну что это такое? Это как-то недостаточно солидно звучит. Раз, раз, перевод жив. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!